Он сказал, поехали, он взмахнул рукой, Словно вдоль по Питерской, Питерской, пронёсся над землёй. Словно вдоль по Питерской, Питерской, пронёсся над землёй. Знаете, каким он парнем был. О том, каким был в молодости первый космонавт Юрий Гагарин, житель Южноуральска, Тимофей Чугунов, знает не понаслышке. На этом снимке 1950 года совсем ещё юные друзья Юра и Тимофей запечатлены сразу после поступления в Люберецкое ремесленное училище номер 10. Юрий хотел стать токарем, Тимофей мечтал о работе слесаря. Но ребят приняли в училище только на специальность литейщик-формовщик. В свои 86 Тимофей Андреевич в деталях помнит, как сдавали экзамены, как жили в тесной комнатке студенческого общежития и как уже тогда все сверстники хотели быть похожими на друга Юру. Играл на трубе, так сказать, а спортсмен какой хороший был. На турнике это что только не выделал. Тимофей Чугунов помнит и то, как к ним в гости в общежитие приехала мама Юрия Анна Тимофеевна. Пришла с гостинцами в общежитие. Ну что она могла привезти? Ищик, сало деревенское, яблоки своего сада. Угостила нас, поговорила. Женщина отругала сына за то, что тот пошел учиться ремеслу, имея за плечами всего шесть классов школы. Юра виновато раскраснился и пообещал исправиться. Спустя год мальчишки поступили в вечернюю школу рабочей молодежи. С первых дней Юра Гагарин показал и в седьмом классе отличные знания по всем предметам. Даже к нему обращались наши одноклассницы седьмого класса, потому что они рабочие были и в возрасте были, и многим тяжело давалась учеба, а Гагарин им помогал. Между тем пришло время воинского призыва. В советское время в армию стремились попасть. Поэтому, когда Тимофей получил повестку о призыве на Североморский флот, его ликованию не было предела. Ну а друг Тимофея Юрий между тем с отличием оканчивает Саратовский аэроклуб. А в 1955-м поступает на службу в Оренбургское военное авиационное училище. На некоторое время судьба разводит некогда близких друзей. Мы решили поехать в Челябинскую область. Металлургия, летельщик. И избрали Касли. Вот в Касинском училище я начал трудовую деятельность. Тимофей Андреевич обзаводится семьей и ведет нехитрый быт. Но всего одно сообщение по радио от агентства ТАСС 12 апреля 1961 года меняет судьбу всей страны. Впервые на орбиту вывезен спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик «Летчик-майор Гагарин». С тех пор Тимофею Андреевичу не давала покоя мысль лично поздравить своего друга-однокашника. Несколько раз Тимофей Андреевич летал домой к другу в поселок Звездный, но не мог застать его на месте. Долгожданная встреча состоялась только в 65-м году, на юбилее Саратовского техникума, где учился Гагарин. Я думал, после космоса он нас всех забыл. Нет, он всех. И такая встреча была тёплая. Вот обнялись, целовались. Слёзы, радость. В ту последнюю встречу Тимофей Чугунов взял с Гагарина обещание, что он в 68-м году во время рабочего визита в Челябинск заглянет в гости и к нему. Но судьба распорядилась иначе. Первый космонавт погиб, выполняя рядовой учебный полёт на самолёте МиГ-15. Узнав скорбную весть, Тимофей Чугунов тут же помчался в аэропорт, но не успел на последний рейс в Москву, и он так и не простился со своим другом. В дань памяти Юрию Гагарину, 86-летний пенсионер, который так и остался жить на Урале, регулярно ездит на мероприятия в честь любимого друга, так рано ушедшего из жизни. Посещает место падения этого злосчастного самолёта и очень гордится тем, что ему довелось быть знакомым с такой легендарной личностью, как Юрий Гагарин. Евгения Малышко и Надежда Головина, УТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова